Бокер Тов! Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем наш четвертый урок в понедельной главе Торы Шмини. Мы вчера говорили о событиях, которые произошли с сыновьями Адамом Вегу, с первыми двумя сыновьями Агарона, как они умерли пред Богом чудесной смертью. И Маше говорил с Агароном, Агарон молчал, Маше говорит, я понял теперь, что говорил Бог, приближающийся ко мне буду я свят. И где он это говорил? В книге Шмот. Раша пишет в книге Шмот, он это говорил, и близкими моими я освящусь, это понимают так. И Маше сказал Агарону, кто эти близкие, то, что говорил Всевышний. Он думал, что Всевышний осветится или Агароном, или Маше. Но когда Всевышний осветился на Адаме Вегу, Маше понял, что они были больше, чем Маше и Агарон на Адаме Вегу. Были такие небольшие праведники. Поэтому Всевышний избрал их. В том объясняются законы, что коины должны на себя брать вину сынов Израиля. И есть жертвы, которые приносят сыны Израиля. И хлебные жертвы, и жертвы грехочистительные, повинные, и брать на себя вину их. Потом рассказано, что козел, которого принесли жертву грехочистительную в этот день, Маше искал и не нашел. И Маше сказал, почему вы сожгли этого козла? Козел был действительно сожжен. Ведь кровь его не была внесена в храм, в святилище. И поэтому вы обязаны были есть этого козла, чтобы искупить вину народа. Оставшие сыновья Агрона, Элизара и Тамара, они молчали. А Агрон отвечал и сказал, ведь меня в этот день постигло такое горе. Как бы я мог есть этого козла? Маше это выслушал. И понравилось это ему. Действительно, если человек служит Всевышнему молитвой, то мы должны отвлечься от всего. А Агрон, как он мог отвлечься от тех событий, что у него два сына погибли в этот день? Как он мог есть действительно? И Маше это принял. То есть этот закон ничего не может сделать человеку, который в трауре. То есть действительно траур они не имели права соблюдать. Их всего три коина осталось на земле. Они не могли его похоронить. Они не могли выполнить все законы траура. Хотя коины близких родственников тоже хоронят. Других они не могут хоронить. Они не ходят на кладбище. Но в данном случае, да. Но как они могли отойти от шатра? Их всего три. И нужно приносить жертвы. И благовония, которые Агрон воскурит на жертвы. И жертвы всесожжения, которые обязаны приносить каждый день. Утро и послеполуденное время. Поэтому они в очень тяжелой ситуации ощущились в этот день. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан для поднятия души моего папы. Яков бен Нахум. Моего дяди Владимир бен Григорий. Мой брата Павел бен Ефим. Хая Малка бад Йосиф. Мира бад Аврагам. Памяти Ури бен Харинтон. Мендель бен Мендель. За здоровье Светлана бад Клара. Гитл бад Мирьям. Борис бен Мария. Анна бад Ривка. Полина Перв бад Соня Сура. Лена бад Клара. Женя бад Ида. Анна бад Елена. Евгений бен София. Двойра бад Мирьям. Моисей бен Ева. Ирина бад Двойра. Йосиф бен Раиса. Инесса бад Маэль. Евгений бен Берта. Евгения бад Ита. Исхак Шимон бен Бейла Моттл. Фира бад Анна. Гитл бад Мирьям. За хорошие духа Аронария бен Двойра. Денис бен Нахум. Авигаль бад Сара. Пусть закончится эта война скоро. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч.